Аллах Доброе утро, дорогие наши друзья! Мы продолжаем идти по буддийскому пути. И с вами Тенцзен Байлак. Сегодня мы поговорим об удивительном человеке, о Сиренот Станиславе Кжигетовиче. Это целитель, буддийский практик, учитель, которого звали Сиренот Пашкэ. И он внес огромный вклад в деле возрождения буддизма в Туве. Сиренот Пашкэ родился 4 октября 1949 году в городе Шаганаре Улухемского Кожуна. Его отца звали Сиренот Кжигет Чамьянович. Он родился в 1928 году в местечке Ак в Барунхемском Кожуне. Барунхемского Кожуна. А мать звали Донгак Дарисурюн Самбыковна. Она тоже родилась в 1928 году в селе Арыскан Улухемского района. И у родителей он был самым старшим сыном из четверых детей. И Сиренот Пашкэ является потомком шаманского рода в третьем поколении по отцовской линии и по материнской линии. Он является правнуком настоятеля Хурей Крыгыс Чамбал Навахелин. И его репрессировали в 1940 году. И с малых лет Сиренот Пашкэ он видел образы танцующих зверей. И мать была очень обеспокоена его этим даром. И старшие родственники успокаивали в том, что это естественный дар, который может переходить из его предков, а именно из Крыгыс Чамбала. Сиренот Пашкэ он очень хорошо учился в школе. Он интересовался историей. Поэтому, общаясь с старшим поколением, он всегда спрашивал об истории. Ему рассказывали о буддизме, шаманизме. В советское время очень важно было хорошо учиться в школе. И после школы нужно было всегда поступать в среднее и высшее учебное заведение. И Сиренот Пашкэ он после школы поступил в Кызельское медицинское училище. Это сегодня медколледж. И в 1973 году он закончил этот колледж с отличием по специальности фельдшер. И после окончания он направился на работу на бригаду скорой помощи. И параллельно он учился заочно в пединституте. В 1981 году он закончил пединститут на биохимическом факультете. И защитил дипломную работу по теме лекарственного растения. С тех пор он заинтересовался научной работой. И он участвовал в научно-исследовательских работах основоположника ботанической школы. Конгара. И он вместе со своими коллегами из Центрально-Сибирской ботанического сада города Новосибирска. Они совместно издали такой справочник. Определитель растений республики. И на основе этой научной школы Конгара эта школа дала основу для Сиренотпашки в дальнейшем опубликовать собственный труд, который называется «Туринская народная медицина. Лекарственные растения, травы, лишайники, грибы». С параллельным описанием их использования в китайских, монгольских и тибетской медицине. И этот справочник был опубликован в 2009 году. Автором которого является Сиренот Станислав Кюшгетович. В 1990 году он прошел курсы по китайской медицине. И когда в 1992 году его святитель Святой Ламы XIV прибыл в Тугу, он осветил Дуган, молитвенный дом в Хайракане. Тогда руководил этим Дуганом Сиренотпашка. И после богословения учителя Сиренотпашка уже начал свою врачебную работу и начал заниматься селительством на основе традиционной тувинской и тибетской медицины. И чтобы совершенствовать свою лечебную практику, он постоянно стажировался у таких учителей, как у Камбыламы Ганденхуре Гесе Гартонна города Уламбатара в 1991 году, у доктора тибетской медицины Сунгарын в 1996 году, у практиков Курганского центра духовного возрождения цвета радуги и так далее. В 1994 году по приглашению Камбылама Тувы Сандак Казака, он приехал на работу в Ихуреи Туфтэн Чвехарлинг на правом берегу города Кызыла, и он стал принимать людей, стал заниматься селительством. С 2000 года по 2022 год Саренот Пашк, он принимал людей в своем собственном центре, в доме, в микрорайоне Южном, и все те, которые приходили к нему, они помнят его пользу, которую он приносил, с теми ритуалами, которые он совершал и делал, и его дар способствовал тому, что люди уходили здоровыми и счастливыми. Он также занимался благотворительностью, отправлял средства на строительство хурей, дуганов, субурганов по всей нашей республике. И Саренот Пашк спонсировал также хуроков, и он обучал молодых людей здоровому образу жизни, он передавал знания по духовным практикам. В итоге он опубликовал 14 книг и 4 тома джудши, это 4 тантры тибетской медицины на тувинском языке. Он занимался переводческой деятельностью, он писал книги на родном языке. И все эти книги можно встретить в библиотеках нашей Тувы. В 2016 году в селе Хайракан, благодаря его усилиям, была установлена статуя Буйдусады недалеко от села Хайракан. И рядом с этой ступой построили статуи Арябалы и Патмасамхавы. Это очень красивый комплекс. В местечке Эйрхавак в 2020 году тоже была установлена статуя Будды Медицины Минла. И недалеко от этой статуи тоже расположены и были установлены статуи Махакалы Шанлон и статуя Вазрапани. Вазрапани — это божество силы, это защитники, которые охраняют тех, кто следует по буддийскому пути. В местечке Сенек — это минеральный источник Улухемского района. На этом местечке также была установлена статуя Нага Аканьи. Она была освящена. И те, кто посещают это место, они получают благословение от этой статуи. Ему присвоили звание «Заслуженный работник здравоохранения Республики Тыва», а также очень много наград за кропотливый и самоотверженный добросовестный труд в деле развития, сохранения буддизма в нашей республике. И в этом году, в феврале месяце, в Национальном музее Республики Тыва презентовали книгу «Джудши» — это «Четыре тантры тибетской медицины». И эту работу завершили его семья, его супруга Нина Тажоловна Сыренот, а также дочь Саглай и сын Сайдаш. Благодаря его семье деятельность продолжается, духовная работа с населением также продолжается. Его дочь Саглай, она является руководителем Центра «Сарасвати», это женский клуб. И они приглашают туда всех женщин, которые заинтересованы духовной практикой, и совместно они проводят разные мастер-классы. И все желающие, которые хотят посетить те или иные мероприятия этого Центра, они могут войти в группу в Вайбере, которая называется «Сарасвати». В настоящее время несколько паломников, учеников, они уехали, на учениях его святей святой ламы в Тарамсал, в том числе мы видели фотографии Саглай, как она получала благословение, и она показывала книгу, публикацию истории его отца. В нашей студии мы принесли книгу «Саренот Пашк». Это книга, которая была издана в 2010 году, называется «Сары шажаны, тайбрлы словары». И здесь на туинском языке, как в толковом словаре, все термины описаны, и они очень хорошо объяснены. Далее в нашей студии есть вот такие книги, которые называются «Саренот Пашк». Эта книга была издана в 2016 году, и здесь можно встретить биографии буддийских лам, начиная с конца восемнадцатого, девятнадцатого и двадцатого века. Эти материалы, они были тоже взяты из рукописного фонда Тиги, Тихпи, и на основе архивных материалов Национального музея Республики Това. Здесь есть также описание всех имен буддийских учителей. И на обложке этой фотографии, фотографии буддийских лам, Бурятии, в том числе, мы некоторые имена озвучивали на прошлых наших передачах, и большинство мы осветили, рассказали, показали фотографии, и также рассказали несколько историй разных хурей, которые были в нашей Республике до 1930 года. Далее есть вторая книга Серинот Пашкы, которая называется Серинот Пашкыр показал все атрибутики буддийских принадлежностей. Это те принадлежности, которые используют ламы в момент проведения ритуалов. Тут еще описаны одеяния буддийских лам, наименования. Это очень такой иллюстративный источник. И поэтому Серинот Пашкыр в 90-е годы, он также собирал материалы, к нему приходили верующие. Те люди, которые брали у него, лечились, брали наставления, они с высоким верованием приходили и тоже отдавали ему материалы, помимо рукописных, помимо материалов из рукописного фонда Тихпи и библиотеки Национального музея. И в итоге мы можем сказать, что Серинот Станислав Кужгетович является народным учителем, он принимал людей, он также брал знания, изучал историю. И самое удивительное является то, что он мог опубликовать все эти книги на туинском языке. И это является большим достижением. И новое поколение, молодое поколение, они могут изучать и также продолжать исследовать тему по истории, по биографиям, по разным терминам, по лекарственным растениям, по медицине, по тибетской медицине. Поэтому этот пласт знаний он еще не изучен. Приглашаем наших учеников, соратников, практиков, те люди, которые заинтересованы в этих знаниях. вы в таких обсуждениях, где мы можем встречаться и вспоминать, разговаривать, обсуждать все истории, связанные с вашей семьей. Мы можем приглашать всех на интервью. И в итоге мы можем также издавать такие книги, делать публикации для того, чтобы в будущем наша история сохранилась в печатных изданиях, чтобы помнили молодые люди и чтобы они знали, какова наша история, из чего она состоит и куда она движется, и как повторяется история буддизма в нашей республике. До свидания.